Привет, друзья, я Григорий Герман. Ну что, начинает вылазить наружу фонтаном гниль, которая разъела полностью, например, Министерство обороны Российской Федерации. Межвидовая борьба приведет к тому, что точно такой же фонтан гнили ударит и в районе Лубянки, вскрывая во что превратились органы безопасности в Российской Федерации. В экономике все то же самое. И самое интересное, что гниль побила и превратила в ничто, даже вот этот фетиш, на который до сих пор ведутся на Западе, российскую культуру. Что со всем этим делать? Что делать со всей этой гнилью? А мы поговорили об этом с Андреем Сидельниковым. Оставайтесь, будет интересно, ярко, незабываемо. Я поймал себя недавно на мысли о том, что мы очень часто называем нынешнюю Российскую Федерацию болото, с болот, болото и так далее и тому подобное. А ведь болото – это же, по большому счету, территория практически бесконечного гниения. Это практически бесконечная переработка упавших листьев, деревьев, которые гниют, переработают торф и так далее и тому подобное. И этот образ, он мне как-то настолько попал в то, что происходит сейчас в Российской Федерации, что даже светлый нарисованный образ Андрея Рэмбовича Белоусова через буквально несколько дней тут же моментально покрылся патиной и виллы в Италии, и, конечно же, щитов, и любовницы. Ну, короче, вот все то, с чем он собирается бороться. Полный фарш, как раньше говорили, да, когда это фактика в 90-е, что ли, в 2000-е, говорили, полный фарш. Да, 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 да. И сын у него по локоть вот так вот по плечи в господрядах. Ну, короче, все прекрасно. В связи с чем, знаешь, менять шило на мыло, но вот если взять, например, того же Шойгу, да, которого, в принципе, оставили-то, да, его-то не посадили. Ну, об этом говорилось. Да. Как бы все это ведь обсуждалось, и до как раз этих перестановок лично я в разных эфирах, вот в разговорах я говорил, что Шойгу не грозит никакой арест. Скорее всего, если он не останется на месте, значит, министра обороны, его передвинут на другой какой-то пост, его никто не отправит на пенсию. Это невозможно в нынешней системе. Тем более, что Шойгу является долгожителем во всем этом составе этого там нового кабинета. То есть он единственный, единственный с советских времен на руководящих постах, находящийся постоянно товарищ. Поэтому, в общем-то, ну и ближайшее, в общем-то, окружение Путина. Он как был им, так и остается. Но нужно же на кого-то списывать и неудачи в российской армии, и неудачи в других вещах. Ну, как бы на своего подруга списать это очень сложно. Его вывели из-под удара, по большому счету. Как ты думаешь, Белоусов сможет, ну вот насколько прогнила система безопасности с точки зрения армии, вот именно в сегменте армии, насколько она прогнила, сможет ли Белоусов или ФСБшные ставленники, которых он ведет с собой там, ну хотя бы приблизительно что-то поподпирать палочками? Ну, значит, что касается Белоусов. Белоусов, на мой взгляд, поставлена на эту должность для того, чтобы полностью перевести экономику, перевести ее на военные рельсы. Вот с этой задачей, скорее всего, в течение полугода, там, 8-9 месяцев Белоусов справится. Другое дело, что сейчас мы видим, происходит определенная чистка. То, что система коррумпирована от и до, и нет ни одного чиновника или человека, занимающий высший государственный пост, один из высших государственных постов, не находящийся в этой коррупционной системе, это факт. То, что сейчас якобы на коррупции забирают одного генерала за другим, ну это, в общем-то, не удивительно. Ну, другое дело, что они забирают просто предлог этой коррупции, так как брать можно любого, и все находятся под полом российских спецслужб, которые также коррумпированы. Вот. Это идет там сейчас бодание и вычисто, в общем-то, людей, которые найдут там противовес, например, Герасимову, начальнику этого генштаба, которые не там его люди, да, то есть они, которые мешаются. Другое дело, что кто-то хочет эти лакомые куски, на которых сидит каждый из этих генералов, сегодня взятый под стражу, тоже хотят раздербанить и достаться кому-то еще. То есть это внутрь такая политическая свора, борьба идет за не только выживание, но и за поглощение как можно больше ресурсов и охват вот как можно больше такого вот этого экономического пирога. Белоусов, естественно, никакого отношения к армии не имеет, и, конечно же, не разбирается, ну и не делая министра обороны, к большому счету, грубо говоря, руководит армией, когда руководит армией лично Владимир Путин. Ну вот, поэтому здесь действительно, как экономист и преданный Путину лично, режиму этому, ведь мы действительно вот увидели, хотя, не знаю, для меня новинки не было, что там виллы какие-то, любовницы, я особо-то, конечно, не занимался расследованием. Наш Международный санкционный комитет давно уже, Белоусов, поставил в санкции, да и санкции его, в общем-то, многие страны включили уже до этого назначения. Тем не менее, совершенно было понятно, что вот этот весь набор, как бы, у него присутствует. Были, знаете, наружу, но, опять-таки, потому что он на слуху. А на слуху у нас сегодня не такой большой. Вот это вот верхушка айсберга. А самое главное, вот этот цимис, самое главное количество этих военных преступников, вообще преступников, это вот как под водой айсберг. Это огромный пласт. Многие из них разбросаны уже по миру, их всеми разбросаны по миру и живут припеваючи, ассимилировавшись или же просто находясь на легальном положении в разных странах, но являясь способниками и приемными, в общем-то, военными преступниками. Огромное количество этих людей не затрагивает это сейчас. То, что действительно Белоусов сможет в связи с своими профессиональными качествами, назовем мы таким образом, перевести пожелание у Путина экономику на экономические рельсы, на военные рельсы, то да, да, это как бы в лучшем состоянии сделать, но это все быстро тоже не получается. В связи, опять-таки, с коррумпированностью и, как и во многих странах, такой неповоротностью государственного аппарата. То есть бюрократия же, она никто не отменял в мире, правда ли? Тем более, что мы видим, вот эти даже посаженные вояки, так называемые, они еще и сопротивляются. По-моему, вчера этот Попов, его фамилия, генерал или генерал, которого перевели на домашний арест в связи с родными заслугами и всем остальным, как бы, это противник как раз главы генерального штаба Герасимова. Но, видите, у Герасимова есть не хватило его закрыть. Там еще поборются, скажем так, эти, значит, фракции, если мы будем говорить, ну, опять-таки, в таком штре, в плече, да, хотя это просто ОПГ, это же как бы... Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, такую штуку, вот по поводу Герасимова, Попова и ареста всех остальных генералов, там еще командующего 20-й армией брали, какого-то, ну, короче, не складывается ли у тебя ощущение из-за того, что берут и хватают всех, да, то есть вот Герасимов своего... Ну, не всех, ну, где же всех-то, ну, там уже 5-6 генералов, там такое количество положено. Я о другом, я не о том, что всех подряд собирают, да, я о том, что вот врага Герасимова забрали, соратников Герасимова забрали, да, то есть берут из самых разных групп. Не складывается ли у тебя впечатление, что все это не связано вообще на самом деле даже с потоками, а связано с какими-то страхами самого Путина, которому ФСБ сумело по ушам проехаться по поводу того, что замышляют они там что-то. Хорошая версия, таких версий и таких случаев, я думаю, что на нашем уже веку, в этом пятом незаконном сроке Путина будет ни один, ни два, ни три. Сама система подобной власти, она подразумевает эту чистку, да, то есть мы даже из истории помним прекрасно, как брали в сталинские времена, да, сейчас тоже самое происходит, на самом деле, чтобы усидеть на месте, тебе нужно не молчать, не поддакивать и лизать, тебе уже нужно действовать и действовать, опять-таки, если не ты не сожрешь своего как бы там товарища, даже заместителя, который в свою очередь пытается подсидеть и сожрать тебя. То есть там просто эта банка с пауками настолько, что здесь уже, естественно, никаких альянсов долгосрочных быть не может. Вот веры друг в друга нет ни у кого уж, тем более у Путина, ко всем этим товарищам нету, потому что он и мнительный, и подозрительный. Ну и на самом деле, надо сказать, что, наверное, отчасти Путин в этом прав, потому что он против себя, в общем-то, настроил вот эту всю верхушку так или иначе, потому что он их сделал военными преступниками, да, они до него не были военными преступниками, они были просто коррупционерами, там, ворами. Предателями какими-то, еще что-то еще, да, но они не были убийцами, кровавыми палачами они тоже не были. А, получается, по папу сегодня, устроив геноциг украинской нации, Путин их сделал военными преступниками, кровавыми палачами, и, соответственно, их будущее не туманно, она прозрачно и сно. Но, если не очистить и не дать жесткое возмездие всей этой преступной своре, ну, ничего тогда не получится, ведь следующее поколение просто будет жить вот в таком же вот дерьме, в таком же, значит, ситуации страха, ну, и, собственно говоря, их все равно заставят каяться и выплачивать репарации. Поэтому от этого никуда не уйти. Если мы хотим видеть на месте сегодняшней России нормальное государство, ну, мы сейчас не говорим вычертания каких-то границ или что-то еще, то нужно будет просто вычистить до единого вот эту всю преступную сволочь, фашистскую сволочь, которая паразитирует на смерти других граждан. Так в России, так и других странах. А ты знаешь вот еще, что меня поразило? Может быть, я наивен в свои 49 лет, наверняка так и есть, да, но меня еще поразила вот эта вот гнилая абсолютно атмосфера и гнилые отношения внутри команды. Да, ну вот Шойгу там, условно говоря, собрал ценное количество людей, которые под ним, которые ему заносили, которые... И с какой легкостью на самом деле, и с каким вообще даже не заметив, он их всех сдавал, да? В моем каком-то иллюзорном мире он, ну, хоть сделать хоть что-нибудь для того, чтобы спасти свой кошелек. Это человек, который обеспечивал твою безбедность в течение длительной... Вообще, римский полководец, ноль эмоций. То есть, как бы, это правила жизни в этой системе. Хочешь выжить сам? Сдай всех вокруг. Иначе, как бы, тебе. Ну, конечно же, Шойгу, в первую очередь, думает о своей... Во-первых, они начнут с того, что сегодня действительно в страхе. Вот это количество генералов, которое было повязано, да, причем кто-то на рабочем месте, кто-то еще что-то, они теперь все до единого, вот они трясутся. Путину это и нужно, чтобы они на самом деле, вот, беспрекословно выполняли приказы и тряслись, понимая, что шаг вправо, шаг влево, и за ними тоже придут. Опять-таки, они наверняка хорошо тоже, как и мы, изучали историю. Да. Поэтому они понимают, как это бывает, как это было, и как это происходит сейчас. Так что вот этот вот, у нас до этого времени все общество было загнано, вот этот страх, эта пропаганда, да, и всем остальным. А сейчас ведь чиновничество также в страхе загнано, потому что какие-нибудь они были связи, тут еще, как бы, надо посмотреть, у кого связей будет больше. То есть, это сейчас будет мерило вот этими связями. В сфере безопасности армия, конечно, показала свою гнилую абсолютную сущность, но ведь ФСБ и все остальные, они же, если говорить о безопасности государства, тоже показали свою не менее гнилую абсолютную сущность. Ну, гнилую, с точки зрения того, что это не работающий функционер. Ну, так на спецслужбы российские сейчас бы так не стал бы делать. Смотрите, как они умело жонглируют представителям бывшей российской оппозиции. Да, как замечательно ГБ-шные каналы зашли в этом фильме «Предатели и убевчих», которыми связаны. Как с Конарковским, как бы, манипулируют на этих же всех вещах. Так что здесь я бы не сканал, что российские спецслужбы прямо уж как-то выглядят хуже или так же, как военные и другие. Нет, как бы, здесь, конечно же, кроме спецслужб, наверное, действительно большой орден какой-то нужно отдельно придумать для Сергея Кириенко, как он удачно и Марата Гельмана засунул в оппозиционную среду, да, и как он провел эти так называемые выборы, когда просто умерла российская оппозиция, выстроившись в рядами на заграничных участках для регатимации этого режима. То есть здесь, надо сказать, в этой связи российские спецслужбы, вот когда вопрос стоит не об убийствах, а о манипуляции, они работают неплохо. Они работают неплохо, тем более мы видим еще, как российские спецслужбы работают с общественным мнением на Западе, используя платформы больших изданий для того, чтобы нарративы свои протаскивать. Так что здесь я бы как раз наоборот считал, что вот все, что не касается политических убийств, которые занимаются российские спецслужбы, да, это у них действительно плохо выходит. Выходит, безусловно, но за руку просто ловят постоянно. Тут за руку очень сложно словить, потому что достаточно технологично действует. Посмотрите, как действительно, ну, просто вот то, что происходит, как разосралась вся российская оппозиция, а всего лишь дали Певчек компромат из российских спецслужб, которые она просто с удовольствием выпустила. Ты знаешь, что с одной стороны, да, безусловно, и про Певчек, ну, это вообще отдельная сфера, но во всем, что не касается вот этой вот контролируемой российской оппозиции, смотри, начало войны, сбор информации по Украине, готовности, аналитические записки по Украине и готовности украинского общества к принятию российской оккупации. Прогатили. Далее. Здесь надо сказать, что это все-таки, наверное, все-таки не опять-таки, я бы не стал это как минус российских спецслужб. Это все-таки ваши бывшие элиты и предатели Украины просто умело манипулировали этой информацией. Каждый весь. Окей, хорошо. А как ты тогда... Тогда давай запишем в плюс российским спецслужбам то, что эти наши бывшие элиты, один элит, один бывший элит, которого поменяли на действительно достойных людей, вернувшись в Россию, начал создавать то же самое, но только в странах Восточной Европы на российские деньги и с таким же успехом. Ну, то есть... Да, да, да. Я по большому причину... Это, опять-таки, все возвращается к коррупции, к набиванию своих карманов, чем, в общем-то, многие пользуются, надо сказать. И вот эти бывшие представители российской оппозиции, они также заняты сегодня набиванием своих собственных карманов. И когда мы говорим, кому шашечки, кому ехать, им шашечки подавать постоянно, то есть нужно быть в тусовке, нужно, не знаю, там, политическим туризмом заниматься, когда сейчас делают политический туризм, по большому счету. А то, что реальная сегодня необходима, реальная оппозиция, это военизированные российские подразделения в составе ВСУ, Регион свободы России, Сибирский подразделенный РДК и все, кто ему помогает, вот сегодня реальная оппозиция. Но это мало кто обращает внимания. Конечно, скажем так, силовой метод, он противоречит большинству так называемой интеллигенции и всей вот этой пресловутой, ну, не могу сказать на матерном языке, чтобы нас на YouTube не продвинул, но как бы вот... Братья, да. Все вот это... Братья на букву П. Братья на букву П, да. Поэтому как бы вся вот эта слякоть и жижа вот так называемой интеллигенции, они, конечно же, просто отворачиваются от идеи поддержки российских добровольцев. А это единственное, чем сегодня должна заниматься российская оппозиция. И если человек считает оппозиционером, но этого не происходит. Легче побывать, потусоваться в хороших городах, в хороших отелях под прикрытием стран НАТО, зонтиком вот этого ПВО. Так что здесь, ну, вот это сегодняшняя такая вот у нас... Ну, слушай, и вот это вот же на самом деле, вот вся вот эта вот ситуация, она же показала гнилость и российского культурного слоя, культурного сообщества, ну, причем, что такая, что буквально единицы, а до сих пор сохранили право называться приличными людьми из всего этого сообщества, если взять весь объем и весь массив. Ну, это правда. Но они почему-то себя все равно считают тут приличным человеком, когда там негде проб ставить по большому счету. Но тем не менее, да, так и есть. И вот что с этим делать, да, потому что, ну, условно говоря, ты можешь посадить чиновника, ты можешь посадить под санкции, условно говоря, какого-то генерала, который там есть, он военный преступник. А вот что делать с людьми, которые либо остались там и взяли на себя вот этот вот, вот этот грех сотрудничества с режимом, а там, в принципе, тоже, да, более... Что делать когда? Вот когда? Сейчас что делать или что делать потом? Нет, потом что делать? Потом, потом. Что делать потом? Чтобы делать потом ничего. Это иллюстрация, запрет на профессию и конфискация имущества. У каждого из них. У каждого, кто сегодня. И пусть скажут спасибо, что они не будут посажены допожизненно своими семьями в тюрьмы. Просто тюрьм столько нету и нет необходимости строить такое количество тюрьм. Это повальная иллюстрация всех и вся и запрет на занимаемую деятельность, то, что они делают сегодня. И это, соответственно, забвение. Забвение. А сегодня необходимо выключать санкции этих людей, голосовать, по большому счету, ногами и рублем и запрещать проводить мероприятия в западных странах. Вообще запрещать выезд для них и въезд в цивилизованные страны. Вот жесткий должен быть отпор такой. Мы давно уже говорим о том, что необходимо Западу, который поддерживает Украину, странам-коалиции Рамштайн, назовем это таки, вот это количество стран, вести действительно полное экономическое, политическое и культурное эмбарго, что очень важно тоже. Почему-то многие это как-то, ну, типа, вот, как это, кутеры и проститутки при любом режиме, это из этой серии. Да, да, да. Деникиным или кем, не помню. Ну, вот, Колчаком, по-моему, это было сказано. Да, 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 да. Да, но тем не менее, как бы именно это, запрет просто на выезд просто всех членов семьи, просто тотальный запрет для этих людей. Они сделали свой выбор, они сделали свой путь, они выбрали свой путь, и, соответственно, когда пойдет режим, они получат полную иллюстрацию, конфискацию и забвение. Вот и все. И ничего не нужно, с ними не надо никуда сажать, никуда ничего, нет, не надо. Они забудут совершенно отобрать у них все и не разрешить, как бы, грубо говоря, выходить в эфиры. Мы живем таким образом. Ты знаешь, окей, хорошо, но тут, в принципе, все видно и ясно, да, и дурь каждого сразу видна. А вот что делать с теми кацоподобными, да, которые выехали и которые прекраснодушны и которые в то же время мы поддерживаем наших мальчиков и собираем им на бронежилете? кто наших мальчиков поддерживает 24 часа и обратно к Путину. Прекратить вот с 29 мая Норвегия визы. Да. Значит, аннулировать все действующие вот сегодня необходимо реально принимать кардинальные решения. Аннулировать все визы полностью для российских граждан их обратно к Путину. Сегодня огромное количество десятки тысяч по разным странам сидят пособников этого режима, которые помогают сегодня, как ты говоришь, нашим мальчикам. Вот все, кто помогает публично нашим мальчикам, должны в 24 часа быть высланы из этих стран. Кто об этом заикается открыто, должен быть сразу же, грубо говоря, ну вот люстрирован в таком виде. Я уже дальше молчу про конфискацию имущества, активов и все остальное. Это в дальнейшем. Они это делают осознанно и совершенно осознанно должен быть четкий дан отпор и ответ на эти действия. Визовое ограничение, эмбарго, культурное, политическое экономическое. Никаких исключений. До момента капитуляции. Давайте, хорошо, давайте сделаем это не навсегда, не на срок какой-то там фиксированный. То есть, он будет фиксированный, но протяженный. Как только капитуляция России будет подписана, тогда начнутся процессы по восстановлению, скажем так, деловой там или культурной репутации. Сегодня это враги, скрытые враги, да, которые сидят или которые перекрасились, да, совершенно верно, но они враги, и нужно понимать, что нож в спину они тебе в любой момент могут засунуть. Этих людей необходимо выслать обратно в Россию. Критерии, по которым ты бы, ты лично определяешь для себя, к какой категории относить того или иного культурного деятеля? Критерии очень простые. Их публичная деятельность, их публичные заявления, они же публичные люди, мы сейчас же говорим о публичных людях, потому что огромный пласт, о которых я только что говорил, это люди не публичные, они проявляются, они не знают в обществе, знают только малые круги, потому что я очень хорошо это все вижу и знаю и изучил на протяжении уже более 16 лет в Великобритании и знаю большинство вот этих вот теневых пособников Владимира Путина, которые обладают миллионными состояниями, они нигде особо не выпячиваются, то есть как бы, ну мы-то их знаем, все-таки за столько лет я был создателем русского политического Лондона, поэтому надо сказать, что я достаточно действительно осведомлен в том, кто, какое количество этих пособников проживает, кто, как сотрудничал с российским посольством, там бывшим офисом сотрудничества, которое мы закрыли, ну вот, критерий очень простой для публичных людей их высказывания, другое дело следующее, ты вроде как проявляешь правильную позицию, выступаешь и говоришь за Украину прекрасно, ты проводишь мероприятия в Европе, в Америке, вот, страны Хронштайн, назовем опять-таки это страны, значит, если ты не отчисляешь 10% своего гонорара на ВСУ, тебе нужно запрещать выступать, вот так кардинально, опять-таки, да, со мной многие не соглашаются, но время кардинальных мер пришло уже, уже хватит, уже третий год полномасштабного уторжения, огромное количество украинцев уже убито, да, и в мирных городах каждый день погибают как бы мирные люди. Тем более, что на самом деле есть же для таких людей действительно уже без кавычек ваши мальчики, которые воюют на правильной стороне и которым тоже необходима помощь. Хорошо, у вас есть какие-то моральные, не знаю, извращения, какие-то моральные искажения, вам хочется помогать исключительно гражданам из Российской Федерации, людям с российским паспортом, вот РДК, познакомьтесь, вот Легион Свобода России, вот Сибирский батальон, милости просит. Не, ну опять-таки, но это же как бы все равно, как бы все эти российские добровольцы валили в составе ВСУ. Конечно, это часть ВСУ, но... Да, 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 то есть, ну я вот в общем говорю, как бы отправлять на ВСУ, конечно же, естественно, хотелось бы, чтобы эти люди, которые зарабатывают себе деньги сегодня на Западе, они помогали конкретно российским добровольцам, но если уж как бы не это, говорю, поэтому сказал, в общем, на ВСУ, а там уже как бы это, можно отдельному батальону вообще другому составить ВСУ. Я же знаю прекрасно, что, например, украинские бизнесмены как бы курируют и помогают отдельным батальонам. Да, то есть, как бы это нормально, совершенно как бы в порядке вещей происходит. Поэтому, ну да, сегодня, еще раз говорю, как бы время кардинальных мер. Если вот это все рассусоливать, у нас также это будет вот эта тягома, мы все устали, безусловно, от войны, и мы, те, кто находится в Украине, и те, кто сегодня помогает Украине за пределами украинского государства и жители разных стран, да и правительства разных стран. Но, тем не менее, ребят, действительно, у нас как бы мы все устали, но и необходимо все-таки кардинально менять подходы и действия. Я считаю, что наше предложение по десятини, оно совершенно нормальное с учетом военного времени, с учетом ситуации, и это не обдираловка, это ничего, это просто, опять-таки, возможность показать, что ты на правильной стороне не только словами, да, но и поступками, и делами. А просто мы видим, что, собственно, конечно, они все такие, реально, бьют себя в грудь, выступают за Украину, только вот, собственно говоря, финансирует ВСУ, пусть тут другой. Ну, нет, ребята, хотите выступать на Западе, хотите, чтобы вам не мешали, давайте, как бы, делитесь, как бы, и это на самом деле справедливо. И это на самом деле, мне кажется, это мое субъективное мнение, но это могло бы поменять отношение к отдельным деятелям, которые могут показать вот эту индульгенцию, и украинцев в том числе. И, кстати, для многих людей, которые обладают властью в Украине, это могло бы стать неким таким подтверждением, печатью, да, о том, что, окей, да, мы принимаем. но здесь еще очень важно, очень важно, конечно, следить за этим рядами, потому что некоторые, скажем так, захотят вот этим маленьким количеством, да, откупиться, и купить все индульгенции. Поэтому, если ты замешан в сотрудничестве с путинской властью, то тебе это не поможет. То есть, тоже нужно изначально просто барьеры ставить для этих людей, а то будет очень удобно, да, как бы... Поэтому я про критерии спрашивал тебя, да. Например, шаман, вот этот вот гитлерюринский Путин и Югин, значит, нового времени, который уже себе на высшую меру заработал своей пропагандой и всем остальным, он тоже скажет, ой, 10 процентов, это отлично, меня же расширит это как бы европейский простор. Нет, так не пойдет. Все, кто замазан сегодня, мы всех их знаем, всех этих Боярских, Долина, как бы, Лолит, у вас это Асти, да, там предательница, которая ураганит в Рашке, поэтому... Со своими мы сами разберем. Ивлеево, вся вот эта вот голая вечеринка, то есть мы всех как бы, естественно, как бы знаем, потому что они публичные люди, поэтому здесь уже вопрос только как раз вот тех, кто выехал уже оттуда, кто уже находится на Западе, но вот приходится вот таким образом их подвигать как бы на действия. Общее дело будем делать все вместе, и для этого мы можем преодолеть определенные разногласия, но, как мы видим и как мы знаем, с той стороны жесткое совершенно неприятие подобных вещей, типа под давлением мы не будем этого делать, когда демонстративно что-то делают один разочек, да, там из десяти выступлений с одного куда-то что-то перевели и считают, что они купили себе индульгенцию, ничего не купили вы, повторяю, нет. Хотите, чтобы как бы нормально как бы взаимодействовать с внешним миром, давайте как бы самостоятельно десятину и к вам претензии на это время мы снимем полностью. Прекрасный план по поводу динамики, да, я думаю, что в конце концов к этому и придет, учитывая динамику некоторых процессов и изменения два года я уже вижу сейчас, два года просто тягомоченное постоянно, я, честно говоря, устал выступать в роли такой своеобразной бабы-яги, который говорит изначально какие-то шокирующие для многих вещи, а потом через два года это становится уже обеконным и как бы все об этом говорят. Вот так же было, например, с конфискацией имущества, с санкциями, как бы с этими, как бы, уже сегодня все понимают, да, конфискация, уже разговоры идут, каким образом конфисковывать, как, понятно, у кого, как бы, ничего, мы списки готовим, наш санкционный комитет как бы работает вот в еженедельном режиме, составляет санкционный этот розыск у нас называется, мы подаем и будем подавать, пока каждая эта сволочь не понесет наказание, не получит возмездие, это займет, конечно, большой процесс и по времени, да и финансов у нас нету для того, чтобы развернуть нашу деятельность, но тем не менее, мы фиксируем все эти вещи и каждый вот этот поступок и каждый подобный маневр как бы мы фиксируем, они пусть не думают, что мы кого-то забудем, мы как раз никого не забудем, да, это будет долгий процесс, да, возможности у нас не такие широкие на сегодня и это не мейнстрим, но это станет мейнстримом все равно, мы там убеждены сто процентов, поэтому как бы кто не с нами, тот против нас, вот, повторю, как бы такую еще идти, но здесь никуда не денешься, каждый пособник обязан получить возмездие, я в этом убежден сто процентов и так и будет, рано или поздно, через пятьдесят лет, значит, через пятьдесят лет. Спасибо тебе огромное, что ты делаешь, из-за слова. Мы все как почитаем. Спасибо тебе огромное, обязательно, тут я с тобой совершенно согласен, береги себя для великих дел, которые ждут тебя в течение 50 лет. До встречи.